Снова бонжур, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию видос на фаше 10 уровня. И о том, как не надо на нём играть. Как на нём надо играть, я не знаю, поэтому это не ко мне. С этим танком у меня взаимоотношения не сложились с самого начала, как только я его купил. Ещё до его нерфа, когда он был якобы палкой-нагибалкой, с альфой 850, огромным мотором и крепким бомбом. Сейчас ничего типа этого нету. Он типа не гнёт. Хотя мне кажется, он не гнул это и раньше. Гнули на нём только совсем какие-то подкустовые товарищи. Ну или просто руки не заточили. Итак, что в этом танке хорошего в этой ПТшке? Это барабан. Три снаряда. Раньше альфа была 850, сейчас 750. Тоже, в общем-то, казалось бы, не так и плохо. Но в чём подвох? Разница, точнее, пауза между выстрелами и барабанами? Пять секунд. Пять секунд это довольно много, на мой взгляд. В чём первое, что мне не нравится в этой ПТшке. Второе. Это броня, которая типа есть, но на самом деле типа её нету. Её все прошивают. А уж как прекрасно залетают фугасы сверху, ваншоте эту прекрасную ПТ. В этом видео вы это, к счастью, не увидите. В любом случае. То есть это подразумевает на то, что Фош должен играть издалека. И накидывать эти... За 15 секунд огромное количество альфы. Да, прекрасно. Но самое, что хуже есть в этой ПТшке, это её точность и время сведения. Это такой лютый просто параметр, который не позволяет на дальних дистанциях, да даже на средних дистанциях, воевать как-то сносно. Нормально с неё попадать можно только в упор. По крайней мере мне. Может быть я такой корявый или косой? Ну, вот тут мне попался, конечно, полностью донный Е7, который, не знаю, может он не знал, что у Фаша три снаряда в барабане. Не ожидал этого, что он пробивает легко в 1ЛД. Вот, это нетипично. То, что сейчас произошло, что с барабана можно отправить из 7 в ангар. Обычно какой-нибудь один из трёх обязательно не пробьёт, а то и два. Отсюда следует вот эта вот проблема, то, что цена промаха на Фаше, самая высокая. Промахнулись на Фаше, очень сильно не реализовали момент и перезарядка самого барабана 45 секунд. Огромное количество времени, учитывая, что мы поехали в ближний бой в 45 секунд, отстрелявшись, что делать в 45 секунд в ближнем бою. Вот, сводя к тому, что Фош не должен играть, вот как я сейчас в этом бою играю. Из себя изображает тяжа без башни, наказывая каких-то раков в их команде, которые, видимо, не знают, что у Фаша барабан. Также 54-ка уходит в ангар. Вот у меня ещё остался один снарядик, я думал, куда бы его приткнуть. Борта у Фаша очень важна, там 40 или 50 миллиметров, тоже у газоприёмника. Подвижность у Фаша была раньше лучше, сейчас там ему снизили, срезали 200 лошадей двигателя, он стал не такой дерзкий, так крутится быстро, но всё равно довольно подвижная патерка. Это, конечно, хорошо. Опять же, можно занять какую-то позицию, но чё толку, если с дальней позиции вы не попадёте никогда. Промахнувшись, будете очень сильно материться. Поэтому большинство моих боёв кончается гораздо раньше. Меня убивают в ближнем бою. Вот, видите, вплотную в СТ-1 можно попасть в Гуслю. Это был не кумулятив, который там мог бы Гуслю как-то задержаться, это была бы Бэшка. Вот, вот я хотел разрушить домик. Да, как же. Ещё был очень дальний разрыв, снял относительно мало. Промазать с этой пушки вплотную легче лёгкого. А разброс при движении ПТ-шки просто дикий. Если всё-таки вы её купили, прокачали, то обязательно нужно мехводу зарядить перк на то, чтобы плавный поворот башни на ПТ-шках он работает при разбросе. Ну, меньше разброс. И как-то вот там приводами наводки уменьшить вот это вот время сведения просто дикое. Просто потому что, ну... Чем этот бой привлёк моё внимание? Дамага было влито много. Но настолько бестолково. Звёзды так совпали, у них турбослив и всё прочее. Вы видите исключение из правил. Обычно такие раши в город заканчиваются гораздо быстрее и печальнее. Как надо играть на фаше, я не знаю. По крайней мере, ещё не придумал. У меня с этой ПТ-шкой свои счёты. И сейчас мне интересно играть как раз потому, что она не челлендж мне выдаёт. Она не играть сложно. И этим она меня сейчас привлекает. Хочется эту сложность как-то забороть. Ну вот. Разобрав 140-го, два выстрела, один ушёл в гуслю. Это было дикое везение, кстати говоря. Их при этом в боб не первым же выстрелом выбили бы укладку там от кого-то. Сам по себе бой можно считать уже законченным. Там их добьют без меня, решил встать на базу, там повысить коэффициент полезного действия. Вывод из этого боя. Когда у противника идёт турбослив, какую бы глупость вы ни сделали, вы набьёте много урона, вы нагнёте и прочее. И получите мастера, если ещё повезёт. Контр-вывод. Если хотите научиться играть на фаше, не смотрите это видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok